Друзья, привет! Сегодня мы с вами будем говорить о сторителлинге. И у вас вполне может возникнуть вопрос, а почему мы должны изучать сторителлинг? Мы не писатели, мы не сценаристы, мы интернет-маркетологи. На самом деле причин множество. Я касался уже этого вопроса. Но ключевой посыл это то, что история это самый древний и самый надежный способ сделать информацию запоминающейся. То есть опять-таки мозг человека устроен таким образом, что ему очень сложно воспринимать абстракции. И наоборот, то есть если мы рассказываем историю, что называется, в лицах, человек запоминает, человек начинает проживать это как свой близкий ему жизненный опыт. Вот, это первая причина. И вторая очевидная причина, что в условиях популярности, мегапопулярности блогеров разного формата, мы, то есть если мы будем оставаться в рамках просто там сухого контента, прайс-листов и тому подобного, то мы не сможем с ними конкурировать. А мы должны конкурировать. То есть позиция, что у нас кирпичный завод, поэтому в смысле мы должны конкурировать с блогерами? Она несостоятельна. У человека ограниченный ресурс внимания, ограниченный ресурс времени. И каждый раз он решает, куда его инвестировать. То есть прочитать что-то от вас или, скажем, от блогеров, пабликов во ВКонтакте, СМИ и так далее. И чтобы конкурировать за внимание, мы должны подавать контент в максимально интересном ключе. Окей, сегодня мы с вами поговорим про сторителлинг, то есть искусство рассказывать истории. Опять-таки может возникнуть вопрос, а что здесь изучать? История у тебя либо интересная история, либо нет. Вот у тебя есть что рассказать или нет? На самом деле это совершенно тоже не так. Существуют свои, ну почти математические на самом деле, принципы построения истории. То есть есть своя структура, есть свои, то есть должны быть свои кульминации, спады и так далее. И это не какие-то условные вещи. Так устроено внимание человека. То есть если мы хотим это внимание привлечь, если мы хотим с этим вниманием работать, то мы должны знать структуру истории и рассказывать ее, ну соответственно, то есть рассказывать свои истории вот в рамках этих структур. Опять-таки сразу скажу, что это совершенно не значит, что если вы, вот мы сегодня будем говорить, по, скажем, трехактной структуре выстраиваете свою историю, то она станет шаблонной. Нет, нет. То есть, ну, большинство фильмов, значительная часть книг выстроена именно по классической трехактной структуре истории. Вот. И она совершенно не... То есть это каркас, так же как, ну, любой новый автомобиль легковой имеет, ну, в большинстве случаев, да, четыре колеса. Это не делает его каким-то шаблонным, да, это просто, ну, необходимость, обусловленная, там, физическими законами, механикой и так далее, необходимая для того, чтобы автомобиль эффективно катился. И все попытки сделать три колеса, они, ну, заканчиваются там, вот, как странное чудачество. Близко к этому истории. Вот. Поэтому мы сегодня с вами из двух частей будет состоять занятие. В первой части мы рассмотрим вообще, что такое истории для бизнеса, то есть, какими они могут быть, да, о чем имеет смысл рассказывать. Вот. И во второй части я расскажу уже непосредственно о том, как история формируется. Хорошо. Ну, давайте выйдем, что называется, из абстракции, да, и перейдем к конкретике. То есть, вот я говорю история, история, история. А что это за истории? И как они могут быть приложены к бизнесу? То есть, мы будем, ну, как бы все, о чем мы будем говорить, это универсально, но, поскольку контекст у нас все-таки маркетинг, да, я постарался привязать к бизнесу, да, то есть, какие для бизнеса могут быть форматы бизнес-истории. Давайте я перечислю, потом рассмотрим несколько примеров. Первое, история создания компаний, история становления компаний, создания продукта, развития продукта и так далее. То есть, всегда всем интересно, как все начиналось. Ну, то же самое, на самом деле, про персону. То есть, история становления, не знаю, предпринимателя, политика, исполнителя, маркетолога и тому подобное. Ваша история. Как вы, на чем вы поднялись, да, как говорят, как говорят в некоторых кругах. Вот. И так далее, да. То есть, это всегда интересно. Людям интересно, что стоит за успехом. Кстати, и за неуспехом тоже. Ну, об этом чуть позже. Люди, ну, это всегда добавляет лояльности, это всегда добавляет сопереживания. Вообще, вот, ну, сила истории, помимо прочего, в том, что человек, читая или смотря ее, а все эти истории, они могут быть как в текстовом формате, так и рассказаны, например, в видео. На самом деле, это мультиформатные абсолютно. Сторис даже так часто строится. Так вот, люди начинают сопереживать. Вот ключевой, ключевой фактор, ключевой, ключевая такая сила, еще раз скажу, истории, это как раз сопереживание. То есть, читатель должен сопереживать герою. Вот. И в результате, да, конечно, совершенно другой уровень лояльности. Далее, любовная история с клиентом, да, ну, не обязательно, хотя это вполне может быть и реальная любовная история, но все-таки подразумевается, конечно, вот, ваша история отношений. Там, не знаю, как мы чуть не потеряли лучшего клиента, а потом, не знаю, стали с ним работать, стали с ним жить долго и счастливо, да. Как мы получили, как мы, как мы, как мы ухаживали за, там, Евросетью. Ну, у меня есть такая история, как мы ухаживали за Ноки, да, в свое время. Как мы выигрывали их тендер. Это была очень, ну, ухаживали в кавычках, да. То есть, ну, такая, там, большая, длинная, насыщенная тоже история. Вот. Это людям интересно. Люди, люди такие вещи любят. Помимо прочего, ну, опять-таки, у истории настолько много функций, что вот я их в процессе буду еще дополнять. Вот одна из функций – это передача послания. То есть, вот, рассказывая такую историю, вы показываете, что для вас клиент – это, ну, это тот, ну, как бы, это самое важное в вашем бизнесе. То есть, вы показываете свою клиентоориентированность, вы показываете, насколько вам важно, как вы готовы отдаваться и тому подобное. Опять-таки, если, вот, особенность истории в том, что если это все прописать просто, ну, то есть, мы клиентоориентированная компания, да, такая, стандартная строка на плохом лендинге, да. Ну, понятно, что все про себя это говорят. А когда вы рассказываете историю, из которой, в которой нет вообще слова клиентоориентированности, из которой читатель получает эту информацию, вот это действительно передает. Кейс. Ну, это понятно, да. История одного проекта. К нам пришел, ну, например, к нам пришел клиент, задачи были такие, поставил такие-то сроки, такие-то условия. Когда мы взялись за работу, но столкнулись с неожиданными сложностями. Первый момент, мы хотели отказаться. Но потом главный инженер пришел и сказал, у меня есть одна сумасшедшая идея, но если она сработает, то мы в дамках. Я сейчас это вот в порядке импровизации, да, придумал, но это вот один из форматов кейса. Ценности в действии. То есть, когда вы, ну, вот это близко к тому, о чем я говорил про любовную историю с клиентом, когда вы в истории показываете ценности своей компании. То есть, например, рассказывая историю о том, как вы нанимали, скажем, сотрудника, вы показываете, что для вас ценно в сотрудниках. Вы показываете, насколько для вас ценна команда и тому подобное. Ну, и многое другое. Вот я забегу сейчас даже вперед. Очень хороший пример от Лего. То есть, ну, не буду сейчас его весь рассказывать. В общем, ребенок семилетний написал, в общем, он купил набор Лего, потерял одну из фигурок и написал там трогательное письмо в службу поддержки компании. И Лего, то есть, сотрудники Лего ответили вообще, там что-то было с Звездными войнами, чуть ли не от лица, ну, что он там, посоветовался с сенсеем Ву. Вот. Ну и тогда, нет, наверное, не Звездные войны, я не силен в детских франшизах. Вот. Ну, в общем, почитайте, да, и это передает ценности. То есть, можно сколько угодно говорить, что Лего понимает детей, Лего, там, не знаю, Лего лучший друг детей. Это можно сколько угодно говорить, а вот эту историю, когда рассказываешь, ну, то есть, эта история, она самодостаточна. Она сразу все говорит о том, как это устроено, как устроена компания Лего. Вот это очень мощный формат. Дальше. История преодоления. Как вы столкнулись с жуткими препятствиями, не знаю, ну, самый простой пример, там, вы запускали бизнес, столкнулись с падением рынка, с какими-то, с кризисом, с предательством, с некомпетентностью, ну, и тому подобное, да, как вы преодолевали что-то. Людям всегда это интересно. Ну, на этом построено множество голливудских, и не только голливудских, любых фильмов, книг и так далее. Как вы преодолевали непреодолимое. История провала. Это тоже, это тоже довольно-таки интересный формат, когда вы рассказываете о том, почему у вас что-то не получилось. Здесь, здесь есть много нюансов, то есть, ну, например, часто, да, вы наверняка сталкивались с таким форматом, когда, ну, это очень интересно и поучительно всегда, когда, скажем, какой-то большой стартап закрылся, и потом они пишут пост. Почему провалился наш стартап, да, и, ну, то есть, это очень, очень поучительно. Много оттуда, что можно узнать, много, много чего понять. При этом, ну, не всегда, давайте так, не всегда это глобальный провал, да. Ну, то есть, вот, когда компания закрылась, ну, это глобально, да. А, например, вы в своем бизнесе, ну, или опять-таки, я сейчас говорю там в своем, понятно, что заказчика, может, и так далее, планировали открыть новое направление, но не получилось. То есть, вроде, там, заказчик вложил какие-то средства, еще что-то, но не получилось. Это, ну, можем отойти от бизнеса, вы хотели похудеть, да, и, ну, предприняли определенные усилия, но, там, в какой-то момент справились, не получилось и так далее. Почему это важно? То есть, вроде же это, вроде бы это характеризует вас с такой стороны, ну, какой-то слабой даже, да, что вот у вас закончилась провал. А сила таких историй и, вот, ну, например, таких постов в том, что вы становитесь ближе читателю. Это один из главных тезисов любой, любой хорошей литературы по, ну, вернее, любого хорошей теории, как бы, драматургии, что герой, у героя должна быть слабость. Почему? Потому что, если это супергерой без страха и упрека, у которого, у которого вообще бронированный, у него все всегда получается с первого раза, человек никогда не сможет его ассоциировать с собой. А это, это, ну, это один из главных законов, чтобы человек сопереживал. Он должен чувствовать, ну, вот это Рокслон, он должен какие-то моменты ощущать себя на месте этого героя. Если это, ну, там, прям супергерой, то никак, ну, то есть, у него все всегда получается. Знаете, такой инстаграм-формат, да, то, ну, человек не может себя с ним ассоциировать. Вот, именно поэтому, то есть, вспомните, ну, я не любитель фильмов про супергероев, но вот вспомните, там, у Бэтмена, у него есть очень серьезные, ну, то есть, у него какие-то там психологические свои травмы, он, ну, то есть, у него есть свои слабости. Не знаю, там, мистер Мерседес Стивена Кинга, главный герой, пьющий детектив в депрессии, тем не менее, ну, мы ему все равно сопереживаем, потому что он показывает и хорошие свои стороны, да, вот, и так далее. То есть, должна быть какая-то, у героя должна быть какая-то слабость. Посмотрите, ну, вот, кстати, я привел инстаграм как обратный пример, но есть и другой. То есть, посмотрите на Ольгу Бузову, как, насколько она эксплуатирует, я даже, наверное, не скажу, что это в сильно плохом ключе, но, насколько она эксплуатирует вот эту тему, что она одинока, предательство бывшего мужа, ну, не могу вспомнить там, что еще, но это постоянный лейтмотив, да. Почему? Потому что, ну, вот, люди ей начинают сопереживать, они видят ее и со слабой стороны тоже. Вот, и это не просто так, то есть, это действительно важно, сильный, ну, имеется в виду, убедительный герой должен иметь свою слабость. Понятно, если вы будете писать, ну, вот, у меня опять не получилось, у меня никогда ничего не получается, ну, люди скажут, зачем нам вообще тогда тебя читать, ну, если, там, ты не просто неудачник, а ты, ну, как бы, вот, ты неудачник-жалобщик, приходишь и жалуешься. А, вот, какой-то фейл, это наоборот, наоборот, то есть, человек приходит и делится со своей аудиторией, да, вот, вы знаете, не получилось. Но, то есть, в таких историях, там, обязательно должен быть вывод, то есть, чему вы научились, что вы хотите, как вы, вот, разные варианты, есть еще, ну, как бы, возвращение, да, ну, то есть, можно оставить, что, но при этом я не оставил эту задачу, и вы увидите, через месяц я, там, снова, так скажем, напишу, вот, и так далее, да, либо, какие уроки вы сделали, и, может быть, какую пользу вы из этого вынесли, то есть, вот, это важно. Помимо прочего, вы человеку, вот, чем важны истории про ВАЛа, что человек, ну, и я тоже, например, их часто читаю, где-то натыкаюсь, стараюсь читать, потому что человеку дается возможность, вынести уроки не, ну, без ущерба, то есть, вот, автору, там, статьи, да, обошлось, там, условно, в 5 миллионов долларов, да, стал какой-то стартап, который он закрыл, вот, вам это ни во что не обошлось, то есть, вы прочитали выжимку выводов из конкретного поста. Я не зря так подробно останавливаюсь, потому что это, ну, как бы, это шире, чем просто история, вообще, я говорю сейчас вообще про фейлы, то есть, например, когда вы описываете что-то в своих социальных сетях и так далее. Один из самых популярных постов 19-го, по-моему, года в моем блоге, когда в конце я написал, в конце года я написал, там, топ-5 моих главных фейлов, фейлов этого года. Вот, и, ну, то есть, это, вслед за этим был и обратный пост, мои достижения, но это тоже важно. Окей, история про плохих ребят. Вот, очень, кстати, рекомендую вот эту книгу, ее, по-моему, совсем недавно перевели на русский, ну, я читал, когда она только вышла еще на английском, Бэтблад, дурная кровь, ее привели на русский, это потрясающая история про стартап Терранос. Терранос, значит, огромный стартап, в который, там, были, ну, миллиардные инвестиции, который, на который надежды возлагал, там, Барак Обама, среди инвесторов был, там, Генри Киссинджер и тому подобное. Ну, ладно, не буду рассказывать. В общем, смысл, что с самого начала, на самом деле, основатели стартапа знали, что это все махинация. Я не буду сейчас вас сильно в него погружать. Они знали, что это все махинация, что, на самом деле, там, технология взятия крови из пальца, на самом деле, ее не существует, ее технически невозможно было сделать. И они это знали, и при этом, вот, все это раздували, 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 ну, причем даже не совсем будучи мошенниками, ну, как бы, зайдя просто в какой-то уже тупик, из которого они не могли выйти, да, то есть, много отдав обещаний и тому подобное. Вот, и в результате это потрясающая, очень интересная книга. Вот, поверьте, вы не пожалеете. Я ее, кстати, рекомендовал на курсе по копирайтингу, и прям очень много меня отмечали в сторис, благодарили за чтение. Но это точно было в 19-м, в 18-м, наверное, в 19-м читал, точно была самая интересная книга. Вот, так вот, к чему я это говорю, что мы изначально знаем, что это все мыльный пузырь, и при этом вся книга это, ну, как бы, фактически и биография основателя, там, Элизабет и еще одного человека. Вот, и это очень интересно, то есть, это тут тоже так, очень интересно. Знаете, ну, в бизнесе это, например, ну, это и есть бизнес, да, то есть, здесь про то, как, про стаббендеров, да, таких. Вот, кстати, стаббендеры тоже типичная история о плохих ребятах, да, которые, плохие ребята могут иметь свое обаяние, у плохих ребят можно чему-то даже учиться, ну, то есть, не мошенничество, ну, свои, у Сапа Бендера, да, его часто как раз цитируют именно с точки зрения такого, а вот великий комбинатор говорил, да, что есть, ну, и так далее. Вот, и в бизнес-среде это, помимо прочего, может быть описание, у меня, например, когда-то была статья Social Media Wolves, я ее писал для западного СМИ в дремучем, там, в девятом, в восьмом, не помню, в девятом, наверное, году, значит, волки социальных сетей, где я рассказывал истории российских спамеров, знаете, ну, это была, там, другая эпоха, не тех, которые рассылали спам, по почте, а, там, в социальных сетях, в ВКонтакте, в Фейсбук, когда вот было, что, привет, это Павел Дуров, отправь СМС, там, и тому подобное. Вот, и людям было это очень интересно. Вот, именно история плохих ребят. Этого не случилось бы, будь у него наш продукт, ну, опять-таки, человек попал в сложную ситуацию, а если бы у него был, не знаю, там, была система безопасности нашего автомобиля, был, условно, класс, была классная камера, была бы страховка, были бы инвестиции, ну, и так далее, и так далее, да, до бесконечности. Тоже распространенный формат. Истории героев, которые близки по ценностям. Вот, я очень люблю этот тоже формат, часто его использую, кстати, у себя. Нам не обязательно рассказывать именно свои истории. То есть, если мы считаем, что, не знаю, Юлий Цезарь, ну, кого там привести в пример, Наполеон, да, ну, кто угодно, да, то есть, блин, ну, я такие взял примеры, понятно, в каждой нише они будут свои, там, для медиков это может быть изобретатель пенициллина, да, Александр, не помню. Вот, значит, ну, опять-таки, мы можем рассказывать чьи-то истории исторических личностей, людей, которыми мы восхищаемся и так далее, и проводить параллели. Параллели, вот, ну, с нашим временем и так далее. Тем самым мы тоже транслируем, ну, как бы, эти ценности. Монстр в доме. Это такая классическая механика голливудская. Типичный, ну, то есть, типичный, типичный пример, опять-таки, в стори-теллинге мы очень много берем. Вообще, стори-теллинг, он очень близок к киноиндустрии, к литературной индустрии, ну, к художественной литературе. Монстр в доме – это формат хорроров, когда, ну, вот, например, как называлась эта книга? Ну, «Ребенок Розмарь». Вот, «Ребенок Розмарь» – это типичный монстр в доме, да, то есть, когда что-то, что-то на самом деле в нашем доме завелось. «Дом с призраками», там, «Сын», «Знамение», да, «Омен», фильм, когда сын вдруг оказывается, там, антихристом и тому подобное. То есть, ну, это такое типичное, знаете, это, опять-таки, все эти техники, они не придумываются сценаристами, это все тоже эволюционная психология. То есть, это самая неуютная вещь, когда ты живешь в доме, это твое обиталище, и вдруг ты узнаешь, что это не только твое обиталище. Здесь есть вот какой-то призрак, здесь есть какой-то враг, да, и тому подобное. Вот, как это, окей, хоррором понятно, как это применить. Как это применить к бизнесу? История предательства, например. Вот отличная история, Максим Спиридонов, как психопат, чуть не разрушил наш бизнес. Ну, Максим Спиридонов, наш коллега-партнер, ну, вы, наверняка, знаете его проект «Метология», отличный образовательный проект. Вот, и у него, ну, я очень люблю прям вот эту историю, сейчас привожу ее в пример. У него в свое время была такая ситуация, что его, по-моему, коммерческий директор или финансовый директор оказался, ну, психопат, наверное, немножко эмоциональное название его Максимом, но специфическим психологическим человеком, он просто стал разрушать компанию. То есть, так вот из этого, из этой истории до конца непонятно все-таки его мотивация. Это, кстати, всегда немножко слабая сторона, когда непонятна мотивация злодея, да. Но он стал там подговаривать сотрудников уволиться, распространять слухи, что компания скоро закроется и тому подобное. И в какой-то момент, ну, и причем, то есть, у него не было какой-то альтернативной компании, он их не к себе, да, нанимал. Ну, там, и не похоже, что он был нанят конкурентами. Но в какой-то момент это действительно привело к тому, что в компании был разлад, в компании была очень тяжелая атмосфера, много ключевых сотрудников уволилось, и существование компании стало под вопросом. Вот этой, причем, ну, вот даже из, я рекомендую погуглить ее, найти, но даже из этого куска видно, что, ну, как бы, это был монстр в доме. То есть, для Максима Спиридонова это был сотрудник, которого он ценил, уважал, повышал и так далее. Вот, тоже еще один пример подобной истории. Вот, ну, давайте немножко здесь подборка примеров. Ну, в принципе, они все понятны, ну, просто, чтобы это было предметно. Кейс. Вот, опять-таки, компания Мегафон. Что Мегафону рассказывать? То есть, у них вот есть, например, на Хабра-Хабр отличный кейс, как мы прокладывали кабель под дном реки. Тут вот обратите внимание, что у каждой, как однажды одна экскурсовод сказала гениальную фразу, у каждого говорящего есть свой слушающий. Вот, и это действительно так, у каждой истории есть своя аудитория. И вот Мегафон у них есть на Хабра-Хабр. Это, ну, сейчас он называется Хабр просто. Это такая социальная сеть технорей. Раньше она была чуть пошире по тематикам, но сейчас технорей. И вот там они выкладывают подобные вещи. То есть, инженерные кейсы, как мы прокладывали кабель под дном реки. Очень подробно, с кучей фотографий и так далее, подробно это описывают. Со своими сложностями, преодолением и прочим. И очень высокая реакция. То есть, людям действительно интересно. Люди задают вопросы, люди даже где-то спорят, предлагают свои решения и так далее. То есть, это о чем говорит, что мы попали в сердце нашей аудитории. То есть, эта история их задела. Ну, познавательная история, да. Ну, в принципе, это подвид истории создания и остановления. Там, как открыть стартап США, сидя на диване. То есть, в историю мы можем внедрять еще и конкретику. То есть, в данном случае, ну, вот, да, помимо самой истории, рассказывается, какие типы компаний есть в США, какие основные пункты и так далее. То есть, это вполне допустимо. История преодоления. Здесь пример. Здесь пример моей истории. Значит, как я получил заказ, будучи, там, это, наверное, где-то в четвертом, пятом году. Как я получил, я, ну, я брал заказ на копирайтинг тогда, 15 лет назад. И я получил заказ на 20 текстов по 2000 знаков о кованых козырьках. Вот. История преодоления. До сих пор, вот, у меня очень часто, когда на конференции или где-то ко мне кто-то подходит и говорит, мне когда тяжело писать, я всегда читаю вашу историю про кованые козырьки. Это для меня лучший комплимент. Так, история о плохих ребятах. В данном случае, в данном случае пример такого СММ-агентства. СММ-агентства, ну, Сочи, действительно, очень плохой, очень плохого СММ-агентства. В общем, ну, мы, я показывал этот пример, когда мы говорили о психологических триггерах. Поэтому не буду комментировать. Легенда персоны, то есть, опять-таки, легенда в данном случае, это распространенный термин в копирайтинге, в сторителлинге. В нем нету, ну, как бы, просто слово легенда, это что такое, легенда, байка и так далее. Нет, здесь легенда, это легендирование, то есть, когда вот чья-то история, она оформлена. Вот это называется легенда, это, ну, то есть, ты не знаешь, что она выдумана. Разумеется, истории не нужно выдумывать, они должны быть правдоподобные, ну, правдивые, да, не правдоподобные, а правдивые. Вот, это история становления, вот, оформленная, да. Смотрите, Хинкальчик Нукзар Небиеридзе. Вот, посмотрите, какой, какой сильный, какой сильный текст, да, вот, начало, да, я готовлю Хинкали 30 лет. Он не говорит, что я поваром работаю 30 лет и так далее. Вот, ну, человек, ну, надо сложно сказать, так ли, там, прям это на самом деле, но человек говорит, что вот это не сильно сложно, ну, как, сравнительно, да, не сильно, все-таки не фуагра, сравнительно, не сложное блюдо, он готовит 30 лет. Все, у нас к нему доверие, мы понимаем, что этот человек знает свое дело. Мой старший брат придумал технологию, которую я использую. Браво, браво, ну, все, это, на этот простой продукт есть специальная технология. То есть, и первое, первое предложение это отстройка, ну, там, в Грузии вообще везде готовят Хинкали. Я бы, кстати, убрал, это пустое, довольно пустая фраза, очевидная. Технологию, которую я использую, браво, великолепно. То есть, мы отстраиваемся, все готовят, там, просто любят, а у нас есть технология. Третье, в Тбилиси я готовил по 2,5 тысячи Хинкали в день. Вот, и мы умножаем в голове это на 30, и получается, человек приготовил более миллиона Хинкали. То есть, вот тот, ну, заменитый 10 тысяч часов, да, который человек должен стать профессионал, он давно преодолел. Вот, это, это вот в первых, там, трех предложениях, да, сразу, сразу сколько передано. Дальше, там, идет уже история, но, вот, смысл такой. Ну, то есть, у меня есть своя история, да, и, ну, она, как бы, важна, ее элементы где-то фигурируют. Ну, то есть, здесь, пример, как в 2008 году я еще на конференциях рассказал про профессиональный брендинг в социальных сетях. Часто сейчас люди, где-то увидев, например, это фото, говорят, что это монтаж, что в 2008 не было социальных сетей. Вот, ну, то есть, должна быть история становления. Для компаний, ну, вот, классика, да, Google, как Ларри Пейдж, Сергей Брин создали Google, да, это классическая история становления. Окей, хорошо, переходим ко второй части, поговорим про структуру истории. Значит, я сразу хочу дать вам очень простую, очень важную метафору, которая, на самом деле, во многом, во многом исчерпывающая, описывает структуру истории. Американские горки. Ну, даже, я думаю, вы, наверное, большинство из вас каталось на них, даже если не каталось, не любите, неважно, ну, вы представляете, как это все работает. Так вот, история вот во всех мелочах, на самом деле, работает так же, как американская горка. Ключевой принцип, ключевой принцип, какой ключевой принцип американской горки? Что каретка падает, поднимается, падает, поднимается, да, это ключевой принцип истории. То есть, у нас должна история быть построена таким образом, что мы чередуем взлеты и падения. То есть, вот, там, мы решили открыть бизнес, мы замотивированы, мы, не знаю, пошли, ну, мы, странно говорить, там, человек решил открыть бизнес. Он замотивирован, у него есть яркая, интересная идея, он описал ее, там, кому-то, ему дали отличную обратную связь, он пошел, уволился на работу, и вот, то есть, он готов, готов к тому, к свершению. Но, вдруг, оказывается, что для старта нужны деньги, да, и он начинает, что называется, по карманам, и денег, оказывается, ну, то есть, оказывается, нет. Ему приходится брать кредит. Вот, ну, и так далее, да, и дальше, то есть, он, в данном случае, пошел, ну, тренд пошел вниз. Дальше мы должны его поднять, потому что, ну, очевидно, не может быть, не может быть взлета без падения, падения без взлета и так далее. И, если не будет этого чередования, это будет скучно. Ну, вот, давайте, вот, давайте гипотетическую, я историю сейчас вам расскажу. Давайте ту же тему. Человек решил открыть свой бизнес, там, интернет-магазин, ну, давайте, интернет-магазин. Он уволился с работы, пошел, зарегистрировал ООО, нашел дизайнера сайтов, поставил задачу, ему сделали сайт. После этого он повесил рекламу, пошли первые посетители. Через какое-то время произошла первая продажа. Он нанял первого сотрудника. Через две недели продаж уже было 20. Значит, он, там, вышел на самоокупаемость рекламы. После этого он взял второго сотрудника. Потом было еще 30 продаж за следующую неделю и постепенный-постепенный рост. Рекламу он продолжал запускать. Там, через два месяца у него было, у него было уже 4 сотрудника. И оборот, там, 300 тысяч рублей в месяц. С которых, там, 20 тысяч была его рентабельность. Через 8 месяцев он вышел на самоокупаемость. Через год он стал зарабатывать плюс 100 тысяч рублей в месяц. Вот, ну, честно, скажите, интересная история? Ну, наверное, не сильно. Да, она вот такая. Ну, вот, постепенно, 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 постепенно что-то растет. Вот, ну, то есть, читатель, ну, что, ну, молодец, скажет, да. Ну, ничего особого такого не сделал, ну, без проблем, как-то запустил. Ну, молодец, хорошо. Нечему сопереживать, нечему, нечего, нечему сочувствовать и так далее. То есть, в итоге, такие истории, они на человека сильно не воздействуют. Вот, и если бы, вот если бы, например, после того, как он взял первого сотрудника, там, двух, например, сотрудников, они стали получать зарплату. После этого грянул бы кризис, и он вдруг оказался бы, появился бы кассовый разрыв, и завтра ему нужно было бы платить зарплату. И он бы думал, что делать, вот это уже было бы интересно. И потом, когда бы он, не знаю, там, взял кредит и выплатил бы им зарплату, в следующий раз, там, в какой-то момент отчаяния он бы думал, может быть, бросить это все, закрыть, пойти снова устроиться на работу. Вот, вот, то есть, но потом, но потом он, там, после бессонной ночи решил, что не придаст свою идею, и утром сделал какое-то действие, которое помогло ему снова выйти в плюс. То есть, вот это уже интересно, да, вот эта дельта, она начинает нас удерживать. И также построены американские горки. И, кстати, то же самое, то же самое, если все время вниз, да. Вот у человека, там, не получилось первый раз, он попробовал, не получилось снова, он снова пробовал, не получилось, не получилось, не получилось, не получилось, не получилось, человеку неинтересно, ну, что это такое, да. Какая-то история, грустная, размазанная история, зачем она нужна, да. Поэтому, ну, то есть, не бывает горок, у которых, то есть, если только подъем, непонятно, зачем на такой аттракцион идти, ну, и при этом не бывает, чтобы все время падал. Вот это первый аспект, связанный с историями. Всю историю вы должны чередовать вот эти провалы и взлеты. И очень важно, что у вас должна увеличиваться амплитуда. То есть постепенно, постепенно вы должны увеличивать ставки. То есть если, например, на первом этапе этому человеку, который хотел открыть бизнес, нужно было, ну то есть от него требовалось уволиться с работы, это было для него там ответственным решением, то постепенно должны ставки нарастать. У него уже штат сотрудников, у него, не знаю, может быть большой кредит, у него послезавтра защита перед инвесторами. Если он ее провалит, то ему нечем будет платить зарплату, он не сможет отплачивать кредит и там, не знаю, у него заложен дом. То есть мы можем каждый раз это увеличивать, увеличивать эту дельту. Естественно, опять-таки, все должно быть по-настоящему. То есть историю вы не придумываете, берете из жизни, но вот когда вы пишете историю, ну если про себя, то нужно вспоминать, как это все было на самом деле. Если для заказчика, то вытаскивать у него как можно больше. Ну то есть ключевое, на чем, когда вы брифуете заказчика, ключевое, на чем нужно делать акцент, ну расскажи, расскажите, пожалуйста, с какой сложностью вы столкнулись. А у вас всегда было достаточно денег? А были ли у вас кассовые разрывы? А были ли моменты, когда вы хотели закрыть компанию? И так далее. То есть стараться и вытащить из него это, потому что, ну взлетами все будут и так хвастаться, да, а вот падение нужно вытаскивать. Окей, структура, трехактная структура истории. Значит, структура истории следующая. Ну я сейчас немножко, тут такая усложненная, да, все-таки мы обычно пишем историю там на пост, на статью, на какое-то там видео не сильно большое. Ну, мы не обсуждаем сейчас, да, роман, да, вот для романа или для фильма все, ну важны все элементы. Вот, здесь мы рассмотрим упрощенную, то есть первая часть, вот эта завязка, да, ее еще называют экспозиция. Значит, ну вот здесь моя неографическая, да, передача вот этой структуры. Экспозиция. Что это такое? То есть экспозиция это подводка. Опять-таки, ну история не может начаться с того, ну то есть она не может начаться с момента сразу, ну в середине, да, вот этому человеку нечем было платить зарплату. Подождите, а что за человек, а кому он должен был платить зарплату и тому подобное. Поэтому первый блок, завязка, экспозиция, это обыденный мир еще называется. То есть мы рассказываем, что это за человек там. Евгению было 32 года, он работал менеджером в такой-то компании, жил в Москве, да, вот. Вот, ну это условно, то есть на самом деле она не должна быть затянутая, но чем больше какой-то оригинальности вы сюда внесете, тем лучше. Ну то есть человеку должно быть понятно, что, кто такой главный герой, где происходит время, условно, в каком, ну не обязательно прям писать год, ну чтобы было понимание, это сейчас или это в Советском Союзе было. Вот, какое-то общее понимание должно быть. Это важно, то есть опять-таки наша задача у человека сформировать, знаете, такую объемную картинку. То есть он не сможет сопереживать, если он не будет понимать, что это за человек. Он бедный или богатый, он женат или одинок, он работает или он там бродяга и тому подобное. Вот, поэтому экспозиция вот решает эту задачу. К этому занятию у нас есть, я, ну, я прикрепил три истории, значит, ну, мои истории, которые я публиковал где-то. Ну, я сделал, то есть это специально, чтобы на их примере разобрать, разобрать части, части сторителлинга. Вот, то есть вот вторая история, здесь выраженная экспозиция. Вот, я работал по найму, занимался медийной рекламой. Ситуация была 14, ну, реклама и так далее. Ситуация была 14 лет назад. Я там шабашил в свободное время, я любил писать и читать и так далее, да. Ну, то есть вот первые три даже абзаца здесь экспозиция. То есть, ну, даже, наверное, можно считать, что она немножко затянута здесь. Но, то есть у этой истории была еще, мне хотелось немножко погрузить в это человека, вот там, я не помню, в 18-17 году, в каком я писал эту историю. Хотелось погрузить, каким был когда-то интернет, что интернет-маркетинг не вчера появился, да, и каким он был тогда. Но, в целом, можно немножко поменьше. Вот, ну, то есть к моменту, вот, и вот как-то раз, ну, то есть мы видим, да, это, вот это все, вот это начало истории, вход в историю, да. Даже по формулировке мы это видим. То есть до этого у человека есть уже четкое понимание, кто я был в тот момент, чем я занимался, какие были времена, кто, ну, в общем, есть вот эта экспозиция. Далее, второй элемент, завязка, интрига, побуждающее происшествие. То есть, когда произошло что-то, что, опять-таки, после чего начинается история. Ну, вот, во второй истории, кстати, давайте сделаем так, ну, я посоветовал бы вам сейчас поставить на паузу, прочитать, пробежаться хотя бы по этим трем историям, чтобы, ну, чтобы я мог ссылаться на эти элементы. Окей, значит, в этой истории тут он прям выражен. И вот как-то раз один из клиентов заказал мне написать 20 текстов по 2000 знаков о кованых козырьках. То есть вот это побуждающее происшествие. Ну, то есть, в данном случае сразу становится очевидно, ого, это что-то, что выбивается из обыденного мира, да, ну, как бы, это редкий заказ и очень сложный, да, это определенный, определенный вызов. В первой истории, в первой истории, первая история, кстати, это вот типичный, это прям типичные американские горки с повышающейся амплитудой. В первой истории, соответственно, побуждающее происшествие, это когда пограничник, то есть я рутинно иду по аэропорту и так далее, пограничник здоровается, листает мой паспорт, внимательно смотрит на меня и неожиданно перейдя на ты, говорит, ты никуда не улетай. То есть это точка добро пожаловать в историю, то есть сразу возникает вопрос, почему это он никуда не улетает, и, ну, и у меня этот вопрос там тоже возникает, соответственно, начинается, начинается вот это побуждающее происшествие, дальше начинается, начинается эта история. Обратите внимание, вот здесь интересно, что тут в начале почти нет никакой экспозиции, то есть сразу, как бы, все с самого начала пошло не так, да, там, самолет, рейс, Астана, Москва и тому подобное. Процитирую великого Гадара, великого режиссера Гадара, у него есть гениальная фраза, он сказал, в каждой истории должны быть начало, середина и конец, но не обязательно в этой последовательности. И вот здесь это именно так, то есть экспозиция будет дальше, да, вот дальше, то есть я расскажу, что я, ну, в общем, я в беготне, там, планерок, совещаний, то есть станет понятно, что я вообще там делал, почему мне нужно было лететь в Москву, что у меня будет на следующий день и тому подобное, то есть чуть другая структура. Это допустимо, то есть можно иногда какие-то элементы менять местами. Окей, вот это побуждающее происшествие. Есть, ну, то есть есть более подробное еще, очень рекомендую, кстати, на эту тему несколько книг я рекомендую сильно. Ну, есть классическая, вот это, это прямо библия сторителлинга, история на миллион долларов Роберта Макки. По ней много фильмов, ну, имеется в виду, вот по этой структуре много фильмов и так далее снимать. Есть альтернатива трехактной структуре, она называется «Путешествие писателя». Ну, «Путешествие героя», книга называется «Путешествие писателя» Крисофера Воглера. Здесь он рассказывает про ту же вот типичную структуру, там, ну, в своей обработке. По Воглеру есть, то есть после побуждающего происшествия часто, ну, то есть хорошим ходом является, если герой пытается отказаться. То есть здесь называется «Зов приключений» и «Отказ героя». То есть герой, ну, вот в первой истории я, знаете, как есть формат, что когда происходит проблема, сначала гнев, отчаяние, там, депрессия, принятие, да. И вот здесь первое, отрицание, точнее, первое, там, я говорю, да нет, ну, я улетаю, куда платить штраф. Во второй истории, то есть я попытался, ну, если вы читали, что у меня была мысль, может быть, взять и просто, там, условно, рерайтом как-то это написать, или вообще отказаться от заказа. Но в итоге, в итоге, все-таки герой соглашается. То есть, например, вы рассказываете про то, как вы открыли свой бизнес, вот вы, вам пришла эта идея, и вы решили уволиться с работы, но потом подумали, ну, у меня же семья, там, да, и так далее, и не стали увольняться. И вы с этой мыслью жили, 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 и потом произошла какая-то встреча, где человек, по сути, сказал, там, друг, эта идея на миллиард долларов. И вы поняли, что вы все-таки должны уволиться. Вот, но это не обязательно, то есть, вот эта витиеватость в виде, ну, в формате поста, она все-таки не обязательно. Дальше начинаются американские горки. То есть, опять-таки, взлет-падение, взлет-падение. Ну, ну, то есть, если вы читали первую историю, вы понимаете, что это такое. То есть, каждый раз вроде появляется надежда, вот, можно оплатить сейчас в этом терминале, и все, но он не работает, да, взлет-падение. Потом, там, ну, ну, и так далее, да, можно оплатить, но, оказалось, я деньги сдал в багаж, и так далее. Вот это взлет-падение, эти американские горки, это тот аттракцион, который захватывает дух у читателя. Вот это, это очень важно. В целом, в рамках поста это может быть даже один такой вираж, что там, ну, ну, как бы, не обязательно, чтобы их было так много. Это может быть, в принципе, и один какой-то вираж, но тогда он должен быть, должен быть масштабным. Далее, все это нарастает, 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 у вас должна нарастать амплитуда, то есть, если это, ну, одинаковые действия, пробовал, не получилось, пробовал, не получилось, то читатель может заскучать. Ну, как-то однообразно, есть, ну, при этом вы можете сказать, а вот в первую историю, ну, у тебя же оно довольно однообразно, да, почему амплитуда не увеличится, она увеличивается, знаете, за счет чего? За счет того, что часики тикают, что вот увеличение этой амплитуды, вы, наверное, обратили внимание, там, везде я вставляю время, да, что вот в такое-то время, оставалось столько-то, да, до посадки, посадка закончена, там, и тому подобное, да, да, то есть, отсечка по времени, она сама по себе, как, по мере того, как вы приближаетесь к дедлайну, амплитуда увеличивается в любом, в любом случае. Кульминация, то есть, в итоге должен быть самый высокий, самое, ну, самое серьезное испытание. Ну, если, опять-таки, у вас один, одно это колебание, ну, то оно сразу должно быть сильным. Но, то есть, если посмотреть, ну, например, первую историю, то это момент, когда вот я почти все прошел, и вот в какой-то момент все, ну, то есть, оказалось, там сменились, нет, кульминация была, когда я уже, пройдя все, шел на посадку, и мне сказали, вам не поставили печать. Я пошел обратно, а там сменились, там была пересменка, и мне уже в среду печать, все, самолет уже отъезжает на взлетную, можете не спешить. Вот, это, ну, опять-таки, вспомните классический голливудский фильм, какого-нибудь Рокки, да, вот, вот, там, сложный бой, да, и вот, ближе к концу вдруг Рокки получает этот удар в челюсть. А, знаете, вот, ну, это уже такие немножко писательские вещи, ну, или там сценарные, но я очень люблю в такие моменты, например, в целом, не только я, Борис Акунин, например, это великолепный делок, начинать тянуть время. Ну, и, опять-таки, вспомните, Рокки, да, вот ему ударили, Иван Драга, да, ударил ему в челюсть, он летит, он летит, и все медленно, да, теперь, и он начинает, он видит, там, сына, жену, и он начинает вспоминать, там, убитого друга, и так далее. Почему это важно? Потому что кульминацию мы можем немножко потянуть. То есть, опять-таки, в момент, ну, давайте, там, вот ту историю, которую мы, так, попутно сочиняем, да, про человека, который открывал свой бизнес, в момент, когда он поставил все на карту, вот, это защита перед инвесторами, либо он получает инвестиции, либо он остается в долгах, без бизнеса, без мечты и тому подобное. То есть, ставки максимальные. И вот в момент, когда он заканчивает, причем, ну, в идеале, то есть, если это большой текст, то мы еще, это может, кстати, быть даже серия постов, и отдельный пост может быть про саму защиту. Как ему задали, задали вопрос, который выбил его, да, или как оказалось, что проектор не работает, и он это все показывал на пальцах или вот так на ноутбуке. Ну, то есть, мы можем еще и здесь добавить эти горки, ну, если это действительно было. А на самом деле, знаете, вот жизнь она такая, что, 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 а вот этих подводных камней обычно ставят очень много, и если хорошо пробрифовать человека, с которым эта история произошла, вы много этих камней сможете выточить. Вот, и дальше их встроить в историю. Вот, и момент, когда, условно, инвесторы принимают решения, то есть, можно с этим тоже поиграть, что вот, ну, как мы его, Евгений, да, назвали. Евгений закончил, и в зале повисла тишина. Потом двое инвесторов, двое, там, сотрудников этого фонда, скажем, инвестиционного, стали о чем-то шептаться, и Евгений пытался уловить в их глазах, и ему стало казаться, что в их глазах есть усмешка, ну, недоверие, скейпс. Ну, в общем, вот таким можно поиграться. Почему? Потому что мы забрались на горку, знаете, опять, опять американские горки, то есть, мы забрались на горку, и вот, знаете, этот момент, когда вот каретка, она так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо едет, значит, и все знают, что сейчас она полетит вниз, но, ну, ну, но при этом она едет очень медленно, да, вот, соответственно, мы можем здесь потянуть. И потом, ну, то есть, Рокки встает, что-то внутреннее ему дает силы, и он побеждает Ивана Драгу. Там, инвесторы встают и начинают хлопать. Вот это развязка, это кульминация, и след за ней развязка. То есть, вот, кстати, в истории, о которой я говорил, кульминация мог бы быть, например, спор с одним из инвесторов. Он бы встал и сказал, знаете, я послушал все, что, все, о чем вы рассказали, но это не имеет, это не имеет будущего, этот рынок умирает, Инстаграм теперь вместо интернет-магазинов, поэтому, дорогой мой человек, устроитесь лучше на работу. Вот, и, ну, то есть, это разгром, да, один из инвесторов такое сказал. Но Евгений находит нужные слова, Евгений находит нужные цифры, Евгений, Евгений может передать свой энтузиазм, ну, то есть, ему удается передать свой запал и свой энтузиазм. И в итоге этот инвестор в конце, ну, то есть, после встречи подходит и говорит, я был неправ, я в вас верю, ну, увидимся с вами там, где-то там. Вот, ну, опять-таки, это немножко условно, но вот это и есть кульминация и развязка. Вот так это работает. Последний блок – это выводы. Вот здесь интересно. Этот блок, он не обязателен, ну, то есть, например, в художественной книге это, есть такое потрясающее выражение у Достоевского в письмах к брату своему, он как-то назвал это морда литератора. То есть, если в художественном произведении, вот знаете, морализаторство, когда автор начинает вырисовываться и сам проговаривать, ну, что же, там, условно, исходя из истории Раскольникова, мы можем сделать выводы. Это отвратительно, на самом деле. То есть, вот это и есть, вылазит противная морда литератора, дословно так говорил Достоевский. В художественном произведении это должно, ну, то есть, события должны подтолкнуть читателя к этой мысли. Вот это, ну, это сила художественного произведения. В рамках поста, в рамках статьи у нас все-таки другая структура. Мы не можем себе позволить, ну, такое обилие, такой объем, чтобы в итоге читатель сам сделал вывод. Поэтому вполне допустимо вот напрямую рассказать, напрямую сделать вывод. Вот здесь, кстати, в первой истории вообще нет выводов. Там все-таки, ну, то есть, ключевой посыл, там, понятный, простой и важный. В любой ситуации сражайся. Самолет, закрыли посадку, сражайся. Самолет уже отъезжает, сражайся, да. И это не нужно прописывать, потому что, ну, она понятна. То есть, когда, ну, не знаю, по комментариям людей и так далее, она, ну, я вижу, что она понятна. Во второй истории, вот, то есть, можно, вот по аналогии со второй историей, вы вполне можете, вот прям напрямую, директивно написать. Из этой ситуации я извлек три крайне важных урока. Вот. И там первое, второе, третье. Это, опять-таки, у Воглера, у Воглера это гениально называется возвращение с эликсиром. То есть, вы прошли, вы прошли через эти испытания. Вы победили дракон. Ну, я сейчас условно, потому что, как бы, все эти, ну, на мифах, да, на самом деле, структура истории, она вся построена на мифологии. Потому что мифы это первые истории, где это в чистом виде. Поэтому, ну, вот, очень у многих авторов, ну, путешествие героя, оно архетипично считается, да. Вот. И много используется вот таких форматов. Вот вы победили дракона-инвестора, Ивана Драгуа, заказчика с 20 статьями про кованные козырьки, пограничников и тому подобное. И вы, вы возвращаетесь теперь к читателю с эликсиром. Вы что-то узнали. Вы стали сильнее. Это, кстати, отдельно, ну, мы так глубоко не будем с орлитейлинг уходить, но это называется арка персонажа. Персонаж должен стать сильнее, да, после того, как закончилось. И вот здесь, например, во второй истории вы видите, что там с тех пор прошло много лет, я написал пару статей, да, да, да. После чего во мне открылась какая-то писатель, особая писательская смыкалка и проблема чистого листа, либо задача, да, 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 мне теперь ни почем. То есть я стал сильнее. Как писатель я стал сильнее. Это арка персонажа. То есть если до, ну, то есть если после этой истории человек остался таким же, как он и был, у читателя вопрос, а зачем вы жонглировали моим вниманием? Зачем мне были этими, ну, зачем мне все, я на этих горках катался, да? Нет, герой должен стать сильнее и всегда, ну, то есть смысл в том, что читатель всегда себя ассоциирует с героем. И читатель должен условно сказать, я тоже так хочу. И вы возвращаетесь к читателю с эликсиром, что вот из этой истории я извлек урок. И вот, ну, в данном случае напрямую, да, там, не бывает, ну, в общем, первое, второе, третье. И здесь тоже, да, в третьей истории, то есть я прошел через определенный кризис, в итоге написал роман, стал сильнее, тому подобное. И здесь тоже, тоже я прихожу с эликсиром, с конкретными рекомендациями. Опять-таки, вот представьте, еще раз спросил в истории, вот представьте, что я бы просто написал пост, значит, хочу поделиться тремя интересными мыслями. Первое, там, не бывает бесполезного труда, любая работа обогащает тебя, твой опыт, навыки, широтузгляд. Ну, то есть читатель, ну, в лучшем случае он написал, согласен, да, ну, а в большинстве случаев, к чему вы это вообще рассказываете? Ну, такое не воспринимается. А когда это подкреплено историей, когда, ну, вот, передается, ну, это не просто тезисы, это выводы из того, что человек вместе с тобой пережил, ну, в том или, ну, с той или иной интенсивностью, да, читая хорошую историю, это уже смотрится совершенно иначе. Вот, ну, и в завершение несколько, несколько таких бонусных усилителей, я бы назвал, собственно, историй. Первое, не только на подумать, но и на рассказать. Это касается даже не только истории, это касается всех текстов. Каждый раз, когда вы, когда вы пишете, у вас должно быть несколько задач. То есть, ну, какая-то, ну, например, что-то на подумать. То есть, вот, это, например, на подумать. Напомню, помните, был, я показывал пример своего поста, я иллюстрировал скользкую горку, где начинаются шутки про таргетированную рекламу. Дальше, кто за вами следит, так далее. Основной посыл поста, ну, на этом примере сейчас поясню. Основной посыл поста был 10, там, механик таргетированной рекламы. При этом, это на подумать. То есть, человек их проанализирует, скажет, вот эти две интересно, нужно использовать, там, сохранить, да, себе. Но при этом, это вообще не история про, ну, то есть, это не подходит для рассказать. То есть, когда вы пишете, представьте себе, что человек, который сегодня прочитал ваш пост, завтра в офисном лифте поднимается с каким-то знакомым, да, там, из соседнего офиса. Как, ну, как вы думаете, есть ли вероятность того, что он ему скажет, там, привет, Андрей, ты знаешь, вчера прочитал замечательный пост про 10 интересных способов таргетирования. Вот слушай, первый способ, ну, невозможно. А то, что он ему скажет, слушай, вчера читал пост, там, у Дамира Халилова, там, прикольная была мысль про то, что главное в современном мире отличать знаки судьбы от, от чего, от таргетированной рекламы. Вот, ну, то есть, это как раз на рассказать. Поэтому здорово такие вещи внедрять. Это может быть какой-то юмор, это может быть интересная какая-то цитата. Здесь не нужно увлекаться, вот, знаете, не должно быть этой, ну, знаете, цитаты великих людей, да, нет. Инноконтекстная какая-то, ну, вот, как Годаров, да, я сегодня привел, например, инноконтекстная какая-то цитата, которую может человек другому рассказать. Или интересные факты. Вот здесь тоже сделаю маленькую ремарку. Я был на семинаре очень известного мирового сценариста, полиция, по-моему, полиция Майами, что-то типа полиция Майами. Известный очень сериал, в общем, он его сценарист, и он сказал такую замечательную штуку. Он сказал, что в целом детектив это, ну, такая, как конструкция, ну, то есть это определенная конструкция, да, что вот, ну, есть преступления, есть вот такие-то должны быть элементы, то есть такой механизм, такие-то должны быть элементы, вот по такому-то пути, скажем, расследуется это преступление. Вот, и если, ну, если не обвешать это все деталями, то это, ну, швы будут очень видны. Будет очень видно, что вот это автор сделал для того, чтобы дать подсказку инспектору, да. Вот, и он рассказал такую, мне очень понравилась мысль, ну, он вообще рассказал, как они там прорабатывают для этого характер, чтобы где-то отвлечь внимание пользователей и так далее. Но мне навсегда запомнилась такая идея, я каждый раз, когда пишу текст, всегда ее держу в голове, он сказал о том, что мы, когда я пишу, я стараюсь добавить такой текстуры повествования. То есть, что это значит? Ну, предположим, вот произошло убийство, приезжает инспектор, и он, ну, там, проводит какой-то осмотр, опрос и тому подобное. И, например, я добавляю, что рядом лежит разбитая ваза, и ему жена говорит, что эта ваза там стоила 30 тысяч долларов. Для чего мы это делаем? Это никак нигде не фигурирует. Для чего мы это делаем? Это вот добавляет этой объема и текстуры. То есть, теперь, теперь читатель, то есть, зритель будет, ну, зритель для себя отменит, о, надо же, какие-то вот эти китайские черепки стоят 30 тысяч долларов, ничего себе, такое бывает. Вот, то есть, мы, это тоже немножко и на рассказать, и на то, чтобы добавить этого объема. Также, ну, то есть, вы можете в этих, в этих всех историях, там, не знаю, добавить описание чьей-то необычной внешности, добавить, не знаю, добавить факт про объем инвестиций ежегодный вот этого инвестиционного фонда, перед которым защищался наш, наш стартапер. То есть, это все и на рассказать, и это все добавляет, добавляет такой, ну, правильной, хорошей пышности в вашей истории. Да, ну, вот пример, да, про не только подумать, но и рассказать. Еще один хороший формат, клиффхэнгер, это тоже типичная такой киношная механика, я ее тоже очень люблю. Это, ну, подвесить, подвесить на скале, да, в свое время, вот, там, забыл, как называется, в общем, был роман, где на этом вообще было все построено, что, там, человек висел на скале в течение, не роман, рассказ, а в течение, там, всего рассказа, да, и что это значит? То есть, ну, вы наверняка, если смотрели сериалы, знаете вот эту историю, когда вот, вот, вот она кульминация, кульминация серий, и все, и титры пошли, да, и ты должен ждать следующий. И ты, первый момент, ты дышать нормально не можешь, думаешь, ну, ну, как так? Я, я, с этой точки зрения мне очень нравится Акунин, у меня спорное к нему отношение, как к автору, но то, что он чувствует нерв аудитории и умеет его удерживать, это бесспорно. И вот у него есть несколько произведений, FM, вне классное чтение, где, где есть два, как бы, временных слоя. То есть, есть, значит, герой в современности, он, по-моему, внук Эраста Фондорина. И есть герой, ну, в какие-то, я, честно говоря, не помню, в 18-м даже веке, условно, прадед Эраста Фондорина. Вот, ну, самого Эраста здесь нет, но два слоя. И они построены, ну, то есть, условно, каждые 20 страниц меняется повествование. Вот, там, интриги царского двора, а вот расследование в современной Москве. И они построены удивительно, то есть, вот этот клиффхенгер, он здесь удивительно построен. То есть, ты читаешь, 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 и опять-таки это достигает, ну, и тут он зашел в комнату, и все, и начинается неторопливое повествование современности. И ты думаешь, ну, господи, можешь перелистать, ну, естественно, не листаешь, какая-то цельность будет разрушена. Ну, думаешь, ой, скорее будут эти 20 страниц прочитать, но уже через 3 страницы ты уже погружен, тебе уже та комната в царские времена неинтересна. И то же самое, ты дочитываешь, и потом, оп, и в момент максимального, максимального, максимальной кульминации клиффхенгер опять. То есть, подождите, еще 20 страниц. Ну, это здорово, это здорово, это, опять, это еще один элемент тоже, на самом деле, американский город, это очень удерживает. То есть, ну, как это может использоваться там в бизнес-формате? Ну, самый простой пример, тут нужно понимать, что история, это еще не всегда вот один пост, одна статья. История может быть, может разворачиваться в вашем инстаграме, например, в течение месяцов. То есть, вы рассказываете какую-то большую глобальную историю, да, там, вот, становление бизнеса, да, и оно может быть прямо сейчас, то есть, это может быть даже реалити-формат, когда, ну, вы делаете эту историю и параллельно ее описываете. Как мы создадим компанию на миллион долларов, условно, или как мы запустим новый продукт. И в процессе вы рассказываете про сложность и тому подобное. И вы можете, ну, то есть, самый простой пример, вы можете обрывать на какой-то кульминационной ноте пост. Ну, там, пока что получится у нас. Итак, все, станок запущен, деньги вложены, получится у нас или нет, неизвестно. Следите там за обновлениями, условно. Вот это тоже хороший формат. Ну, и это может быть, на самом деле, в истории клиффхенгер. Вот обратите внимание, в первой истории про самолет, там в момент, когда накал, когда максимальная кульминация, там тоже есть свой клиффхенгер. То есть, я начинаю описывать медленную природу времени. Я, как бы, даже, ну, предложение становится длиннее. Я начинаю, ну, вот, опять-таки, вот на этой американской горке, вверху, вверху, потихоньку, потихоньку перед, ну, здесь это не падение, но имеется в виду, следующим виражом. Это тоже, это тоже клиффхенгер. Или, например, вот в этой истории про защиту перед инвесторами, то есть, вы, вот, все, он закончил и ждет реакцию. Да, вот сейчас встал главный, они посовещали, встал главный инвестор, и здесь, например, вы даете два абзаца про то, как вообще устроен инвестиционный рынок в России. То есть, ну, человек, ну, причем, если он уже вчитался, он будет стараться все-таки не пропускать, он будет читать, ну, ну, это к чему? Это здорово, то есть, мы удерживаем внимание. Это еще один аттракцион. Ну, вот, ну, и последнее, о чем я сегодня скажу, это твисты, тоже такая голливудская, назовем его так, ее так, техника, когда мы резко, ну, то есть, когда действие вдруг резко разворачивается там на 180 градусов. То есть, ну, считается классическим твистом Звездные войны, когда, окей, ну, не буду перевирать, в общем, когда Дарт Вейдер, да, Дарт Вейдер говорит, что Люк, я твой отец. Ну, и это, ну, типа, это переворачивает всю, вообще всю-всю-всю-всю-всю историю этой всей длинной франшизы. Но вот здесь тоже пример, здесь тоже пример, вот, твиста, да, про пост про хейтеров, я рассказываю историю, и резкий поворот, да, вдруг, вдруг хейтер, ну, там, исправляется и пишет мне письмо. Вот, значит, это тоже, ну, это, опять-таки, то есть, в американские горки, обратите внимание, там есть, то есть, и клиффхенгеры, и твисты, это способ, вот, помимо этого, еще сделать его так, да, то есть, ну, знаете, аттракционы, которые, которые еще и переворачивают вас вниз головой. Ну, то есть, это еще добавляет такой яркости. Так, ну, что, друзья, получилось большое у нас сегодня занятие, но тема, тема, на самом деле, очень объемная. Задание, вы, наверное, догадаетесь, сегодня будет написать историю. Она может быть про бизнес, это здорово, но не обязательно, то есть, можете написать и лично, там, на оценку это не повлияет, лично или бизнес. Напишите историю по структуре, которую я описал. Ну, что же, большое спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо за внимание.